ну что ж друзья вот мы с вами и на тихоокеанском побережье давайте я подойду к берегу поближе видите берег вот такой специфический камнями выложено такие каменюки но вот там дальше если посмотреть вы видите там пляж нормальный вот и если я в другую сторону развернусь там тоже песочек а вот здесь такая улица очень мило и вот здесь кафе маленькая а вообще это такое это частный дом конечно был историческим но здесь теперь вот находится такое дай нам айтса сайте да значит дэнсинг дай нам айтс так дэнсинг дай нам айтса сайте и тут по выходным играют музыканты приглашенные и там тоже вы видите пляж и если проехать дальше еще дальше еще дальше вы видите вот там может быть мачты я такая марина там тоже очень интересно прикольно и погулять и покушать и по рыбачить можно вот там взять лодочку там есть группы набирают снаряжение дают можно поехать на рыбалку места прикормлены все путем а мы со светланой любим вот в этой кафешке когда мы здесь взять кофе латы и отсюда уже мы отправимся гулять давайте друзья я сейчас возьму свой кофе и пойду вот по этой лесенке погуляем посмотрим на то место где концерты проходят вот написано даглас бич хаус видите это значит мы с этим дагласом знакомы как-то вот тут тоже так гуляли с ним поболтали я даже на видео снимал хозяин но как смотрите вы видите что место открытое можно например сейчас вот я могу со своим кофейком например сидит прямо тут это как бы нормально не запрещается хорошая перспектива правда так красиво вот эти рамы со стеклами с одной стороны от ветра защищают с другой стороны видно красиво так что у нас там за стеклом ну я не знаю можно туда зайти нет закрыто ну ссори тогда нам ничего не увидать когда-то было открыто там и мы так ходили смотрели да ну ссори там громадное громадное помещение и приходят музыканты приезжают вот как как бы особый круг вот и собираются любители джаза слушают джазовую музыку авто стоит какая вообще архитектура побережья да вы смотрите вон там все такое в стекле чтобы видно было хорошо вот так михаил сидит отдыхает подбивает кофеек вот за спиной у него бушует океан а я люблю сидеть лицом к океану а не спиной я друзья подумал было бы невежливо не показаться а то так действительно все за кадром а все равно тебе очень темно ты видишь тушь солнце прямо в объектив такой чляпу снимает сюда в объектив солнца на солнце где за меня да он вон сверху ну так поэтому надо вот но тем не менее вид приятный океан бьет хорошо воздух дышится хорошо волны шикарные океан манская совершенно другой чем санта-круз санта-круз он милый такой теплый искрящийся а здесь он такой суровый на души сюда туманно здесь вот здесь более туманного солнца яркого особо не да да там санта-круз намного теплее конечно казалось бы час езды да да у нас от погоды меняется каждый этот поворот он видите какой берег весь такой вот этими заливчиками такие маленькими и вот за каждым заливчиком своя погода солнышко немножко вышло на может быть тут покушаем и сразу здесь но мы разберемся мы только завтрак чуть-чуть вкус походу какой у нас план свечка вот друзья такой пляжный real estate смотрите как и какие вот зеленюшки интересные цвет вот и как человек который там дома благоустраивает вот что ты скажешь ну что это определенный стиль у них много окон я же не нашу там внутри вот так все красиво вот растительность вы какая покрытие у нас же тоже эти вот такие же цветочки похожие они были такие точно такие точно ничего не усилийте они что-то вести будут конечно они будут висимом этими фиолетовыми цветочками вот как тут вот такими цветочками будет свести ну хорошо слушай а эти а эти знакомые какие-то вот эти с как она называется не знаю а вот тут друзья избушка на курьих ножках давайте совершенно другой стиль какой-то такой чуть ли не фанюркой такой обтяпана правда очень очень странное зрелище а вот то что справа вы наблюдаете а справа продавался это коммерческое здание да вот как-то некоммерческая она обязательно коммерческая она живая цвета она совершенно коммерческая и значит здесь находится вывески станок они если неважно здесь находится бизнес и и все такое вот это офисное здание она так интересно вместилось так промеж жилых домов но это офисное здание да прям хочется зайти в окно там ему заглянуть такое а справа от него и света но их кому-то хотелось на христингс house пожалуйста тут у него даже название свое богата богата зеленюшками тут все обустроено и дерево такое вообще прикольненько слушай и вот это тоже дерево как бы лежит да смотри а такое нетривиальное деревца и за ним сразу такое ощущение что тоже коммерческая или кондо или маленький или отельчик какой-то с вот с тем cypress in впереди мы сейчас посмотрим но у парки нет похоже на отдельно стоящий домить там внизу не все понятно но по мне это ощущение что это дом в комплексе хотя может быть вот судя по окраске желтенькое с синеньким и вот с той стороны она стоит желтенькое с синеньким но тогда это отель вот написано cypress in cypress in кипр по-нашему друзья кипр а вот вы видите вон там дорога по которой вы приехали вот туда два маленьких квартальщика в ту сторону там машинки едет вот мы оттуда приехали да тут по-моему конда была я вижу вон там фонда cypress да это гостиница здесь какой-то мостик через что-то правда это же мостик следом так под мостиком до под мостиком внизу пляж тут явно такое знаете нездоровое зрелище да берег разрушается он там речка течет видите вон там течет речка через речку мост да да вы мыла слушай свет помнишь была печка песня была песня там чего-то речка через речку мост а под горою речка через речку мост на горе овечка у овечки хвост да друзья но вы такое в жизни вообще когда-нибудь видели вот такое а там чудеса там леший бродит русалка на ветвях сидит а он и русалка вон она сзади там сзади вышла русалка сейчас мы на нее отдельно наведем да это речка внутри друзья никогда не было уж такой прям крутой речки мы ее давно помним вот тут такой мост ржавый такой чем-то напоминает мост голден гейт бридж только тот покрашен ржавым цветом а этот просто ржавый он там речка течет вот она это наверное с гор наверно от дождей наверное это как-то связано грязная вся то есть это говорит о том что говорит о том что ой мама слушайте а ты знаешь что но этот но это как это давняя вот эта постройка я думаю что это не знаю интересно интересно вот три года мы здесь не были друзья почти ничего не изменилось кроме того что кое-что обрушилась так да 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 здесь очень много интересных зданий очень много интересных зданий вот например вот это смотрите как выглядит очень интересное здание живут люди удовольствие от жизни получают вот а здесь а здесь просто живут это можно сказать деревенские я вот не могу этого сказать поскольку не помню но вот посмотрите вот справа такой комплекс этот кондоминиумы такие стоят мы со свет и свое время когда нам хотелось какое-то такое загородное что-нибудь вот мы думали что может быть здесь что-нибудь прикупить только там никогда ничего не продавалось думали можно взять квартирку в этом доме и так чтобы с окнами на океан знаете кончилось тем что пришлось покупать дом санта-крусс я думаю что намного лучше здесь к сожалению как бы жизни особо нет вот вышел погулял вдоль берега и все вот тут ну так или дальше ехать куда-то надо вот там санта-крус конечно у нас гораздо больше разнообразие да и даунтаун там близко и пирс на котором пешочком ходим 10 минут вот такая тоже это не такие пляжи на которых хочется что называется развалиться но есть любители там даже какой-то человек вдали гуляет с такого места рыбу я трудом себе представляю но неважно а ты смотрите все подбаниваются поднимает берег а ты вышли за дождей Света говорит что это связано с дождями ну может быть и нет Света ну как же вам по тепловым посылке прям тоже осыпались камни надо к берегу не подходить мы к берегу не подходим да осыпается вы видите линия берега такая не очень укрепленная так скажем мягко собачка хороший хороший пес да ты знаешь Свет вот небо отражается в воде и небо такое серое-серое и вот эта такая серая-серая прям стальная стальнючая правда ну как-то вот не знаю мне Санта-Крузе более приятно чем здесь не думаешь сейчас здесь что ну уже смотри отгородили ну да чтоб не ходить осыпается давай я покажу сбоку сбоку безопасно сбоку вот видали что творится да 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 я в Питере русский 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 город русский 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 вот такой замечательный комплекс русский Спасибо большое, мы в городе, но мы из Саннивелла Вот, и вот по этой тропе асфальтовой, которая идет, бог знает как далеко Светочка, она идет асфальтовая, бог знает как далеко А не асфальтовая тоже есть И вот эти кусты, вот они тут начинаются потихоньку Ой, там еще с птичкой, красивая птичка Ой, полетела, птичка, невеличка Вот эти кусты, справа их мало, а слева их уже много И вот они слева пахнут, особенно когда ветра нет Вот сейчас нет ветра, правда? Сейчас ветра нет Как они теперь на двери подмывают, а вот эти дома стоят, они падают, ничего не было Ну, значит, недостаточно подмыло, если бы подмыло достаточно, уже и дом бы не стоял Это только вопрос, так сказать, интенсивности подмывания Да А, хорошо идем, Свет? Да Конечно, во время ходьбы Он уже не жилой, ты знаешь, когда-то был жилым, но, наверное, он просил Видишь, его привыкли, уже все окна пустые Ну, во всяком случае, да, его оцепили там этими знаками Да, 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 да Во время ходьбы, друзья, конечно, не так гладко снимает Как если там со штатива Но с другой стороны, живенько Ну, так, посмотрите, он все, был себе жил А потом дома осел, и все, и не продашь его, ничего с ним делаешь Да, все определяется страховкой, которая у него была или не была Но даже если у него страховка из-за него не получится Я вам скажу, друзья, в таком месте страховаться очень дорого Даже когда все хорошо, и не бывают частых каких-то мероприятий со стороны природы Все равно все это очень-очень дорого Все эти прибрежные пропортиз, они считаются зоной большого риска, повышенного Там какой-то знак висит рыжий на нем, видишь? Да, мы послугольные планы, если именно сюда А мы сейчас на него наведем Понимаешь, подойти туда нельзя? Написано State Park Properties, то есть он не был сейчас, он такой Нет, это не City of Parkman Bay написано Нет, это знак, который стоит огораживающий Он State Properties Нет, ну как, это вот на 4-ти лет Написано Unsave На знаке написано Unsave А вот на этом знаке, который тут стоит, вот, вот этом Написано State Park Properties Это значит, что знак не воровать, принадлежит государству Нет, нет, а может быть, скорее уже и пропорти самому не любят Когда-то жили люди, теперь стал Unsave Пропорти не может принадлежать государству, если оно его не купит Мы жили когда-то люди, скорее же Здесь вообще такое сочетание местами шикарного с совершенно затрапезным Вот вы видите Заборы не в счет, заборы такие всюду Ну вот, может быть, дырки, конечно, могли бы и залатать Вот, так, красиво А, уже пахнет Уже пахнет кустарником А это, по-моему, новое что-то появилось Где? Вот я не помню от этого забора И этот вагончик тут какой-то стоит Это Mobile Home стоит Мы просто давно здесь не были Тут было что-то Так Люди привезли себе в Mobile Home на участок и все Да, наверное, копейки стоят Ну, когда-то стоило, наверное, копейки Вот, покосилось Друзья, если у кого-то ностальгия Вот, и вы вспомнили деревенское детство свое Приходите сюда Здесь вот будет все как тогда Так Ох, красиво Сейчас мы направо покажем вам Здесь тоже красиво Видите, люди живут И там вот подальше домики, да? Очень неплохие Смотрите, какие там домики-то стоят Но И тут Вот это все дорогие Постройки Потому что земля такая И вот у них океан В зоне прямой видимости Это очень дорогое все А у них поэтому со второго этажа все А вот, видите, кустарник Такой Ах, пахнет хорошо кустарник Ой, хорошо пахнет Вот так люди на берегу живут Правда? Красиво Запах вообще непередаваемый Вот Жалко, камер не берет Такие вещи Друзья, я Сожалею, что не могу передать всей прелести места Приезжайте сами, посмотрите А вот какой домик Такое ощущение, что он еще строится и не достроился Почему он не достроился? Достроился? Ну, признаков жизни не видать Как-то он так Ну, вот он специально за темненные окна Чтобы тебе не было видно Ну, да В общем, тут Они тебя видят, а ты их нет Громадина-то какая, ты понимаешь, что это? Ну, да С площадкой Каков масштаб С площадкой Да А за ним тоже там Будь здоров Смотри, вон тот Голубой Так вроде бы его Не так видно Он ему перекрыл вид Но там, тем не менее Там какая-то лестница винтовая Ну, это дом недавно Я не помню этого дома Ну, да Интересные вот у него окна, видишь? Да, да А, я вон вижу пару окон Которые открываются Маленькие Типа формы А так в основном не открывающиеся Да Окна, они только в коммерческом плане Ну, что, друзья Хотите жить вот так у океана? Давайте еще с этой стороны тоже так покажем Красиво Этого не было раньше Да, видно Много нового Да, это видно Ну, пустырь, наверное Вот такой же Заросли травы А вот, друзья Другой участок Нашей прогулки Видите, вот там Вдали идет Хайвей Номер один И тут между нами И хайвеем Ничего нет Вот только вот эти Кустарники Там лужок Запах невероятный Тут две дороги Вы видите По одной идем мы А другая нам навстречу Сзади нас паркинг И там парк Но Там осыпалось Немножко от дождей Поэтому перекрыто Если вы не видите Впереди там Красные колпачки стоят Там сейчас Проезда нет А вот Справа Тоже такие заросли И там холмик Холмик А за холмиком Уже океан Вот Так здесь Люди гуляют Собачники ходят Велосипедисты И даже вот сейчас Пятница вроде Самый разгар Рабочего дня Который час Здесь минут второго Здесь минут второго И вот Тем не менее Люди ходят погулять Вот мы в частности Ну пенсионеры Ну и мы не пенсионеры Еще Ну так Типа того Вот оттуда мы идем Видите здесь написано Half Moon Bay State Park Перекрыто И Зато не перекрыто Вот туда Там и паркинг И туалет Там и все что положено А вот Собачка Это прям Смешная собачка Вот А давайте мы Посмотрим на Лошадок Здесь слева Будка такая Когда в парк едешь Там денежку берут Давайте посмотрим Вот она называется Welcome to Dunes Beach Вы теперь знаете Где Мы находимся Вот Надо платить Значит Платишь У сортира Там есть Автомат Денежку берет Так Ну хорошо Значит Да Вот эти вот Могут перекрыть Чтобы Желтые Чтобы люди Не ездили Я не знаю Как мне подойти К лошадкам ближе Потому что Здесь тоже Видите Растительность Такая Густая Лошадки Вот они Друзья Американские Лошади Пасутся Так Давайте Еще пройдем Вот тут Одна лошадь Другую Перекрыла Светленькую Давайте На светленькую Посмотрим Там еще Одна Вообще Такое ощущение В попоне В такой Смотрите Не поймешь Что Что с ней Такое Делается Да Много Много Коняшек И вот тут Еще одна Прям вот Возле нас Может оно И к лучшему Что так Совсем близко Не подойдешь Вот друзья Что имеет человек Заплатив Десятку За въезд На State Park Вот Туалет Это важно Бывает Знаете как Особенно Когда нужно И рядом нет Это вообще Страшное дело Парковочка Никого Никого Так Вид Шикарный Но самое главное Что тут Спуститься К водичке Совсем Совсем Легко Тут вот Тропочка Много Тропочек И вот Прямо спускаешься К воде А там Пляж Хороший Там можно Загорать Ну по В целом Довольно Цивилизованно Все Давай в ту сторону Покажем А там Жизнь Какая-то Но Ненасыщенная Совершенно Непередаваемый Аромат Тут еще Такой Легкий Легкий Ветерочек Легкий Легкий И аромат Такой Как будто бы Стоит Много Много Открытых Бочек С медом И вот Ветерок Дует С этих Бочек Но много Потому что Запах Меда Насыщенный Знаете Просто Прям Как густой Не знаю Чем Чем Это Медовость Связана Я такого Не припомню Вообще Чтоб так Пахло Медом Хотя Тут много Цветов Конечно Вы видите Тут Кашка Цветет Я в цветах Плохо Понимаю Ну Что-то там Цветет Вообще Там очень Много Было Заростей Дикой Малины Когда мы Шли Тоже Малина Дикая Сейчас Цветет Ну Собственно Весна Март Конечно Не захочешь Зацветешь Красиво Здесь Хорошо Дышится Славно Но Дел Текущих Никто Не отменял Так что Мы Погулять Погуляли И Потихонечку Возвращаемся Назад Продолжение следует Продолжение следует